В индустриальном районном суде выслушал приговор 50-летний мужчина, который в феврале этого года жестоко убил пса по кличке Рыжик. Он сжег его вместе с будкой, не дав собаке шанса выбраться. Живодер, наделавший много шума своим поступкам, обвинялся по статье «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в вечернее время, в феврале 2023 года, рядом с будкой, в которой находилась собака по кличке Рыжик. Данная будка расположена вблизи дома 77 по улице Артемовской в городе Хабаровске. Из хулиганских побуждений подсудимый поджег в ход вышеуказанную будку, в результате чего наступила гибель собаки по кличке Рыжик. Пес был любимцем местных жителей. Он прибился к одному из домов два года назад. Неравнодушные люди подлечили животное, стерилизовали, построили будку и каждый день подкармливали. Последний видела пса живым пожилая хабаровчанка, проживающая в девятиэтажном доме. Около восьми часов вечера женщина принесла собаке еду, накрыла конуру одеялом и пошла в магазин. Пенсионерка вернулась через полчаса. Питомец к тому моменту был уже мертв. Вокруг будки толпились люди. Пироман закрыл выход из конуры, чтобы собака не убежала. А женщины, которые увидели, выскочили, крышу сорвали и начали его засыпать снегом, потому что воды-то нету под рукой. Он бедненький уткнулся в угол, в снег, а зад у него обгорел. Даже нога вся сгорела. Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Мужчина толком нигде не работал и был неравнодушен к алкоголю. Мужчина проживает в одном из соседних домов. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений против личности и собственности. И отбывал наказание в местах лишения свободы. Сначала фигурант объяснил правоохранителям, что сжег пса из-за того, что тот облаял и напугал его той терьера. В отместку он облил будку спиртом и поджег. В зале суда версия трансформировалась в иную. Мужчина отрицал свою вину и уверял, что его оговорили. Что я это делал, что я именно чиркал спичками или поливал ее чем-то. Нету таких доказательств. Я вообще не понимаю, с чего они взяли, что это я. Горожанина признали виновным, но за решетку он не попадет. Приговор – 3,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.